Здесь кровля надменивается. Кровля посчитана и посадка. Углы все текут, классы текут. Углы текут, классы текут. И мало того, еще очень сильно страдает фундамент, отмостка, потому что сверху капает. И честно говоря, я не понимаю, то ли здесь гидроизоляция плохая сделана еще в 41 году или когда. И подсасывает фундамент оттуда воду. То ли это с крыши течет. На днях глава Раменского городского округа Виктор Неволин с рабочим визитом посетил Родниковскую школу номер 32, образовательное учреждение было открыто в 1941 году. Сейчас оно нуждается в капитальном ремонте. В прошлом году в школе была приведена в порядок столовая, а вот капитального ремонта крыши здания не было более 10 лет. Вы пробу снимаете вообще? Конечно. Глубцами получаем. А что он горячий? И не остыл еще. Не остыл еще. Как разлили? И сухофруктов. И сухофруктов. Все, по-моему. Эта школа была уже включена в план. По определенным обстоятельствам почему-то не получилось ее провести ремонт. Есть такие планы. Мы хотим и крышу заменить, и провести ремонт фасада. Потому что выглядит он сегодня неотрядно. Количество жителей поселка Родники постоянно растет. Сейчас в школе номер 32 обучается порядка 600 человек. Поэтому в учебном заведении работает вторая смена. В окном году ты готова, нет? Нет. Дедушке Морозу написали письма? Да. А есть дедушка Мороз-то? Нет. Ну, возможно. Ничего себе. Пообщались с директором, посмотрели школу. Есть определенные решения в части ремонта данной школы, данные поручения, соответственно, комитета по образованию. Будем прорабатывать в следующем году. Родниковская школа вошла в губернаторскую программу по ремонту объектов образования. На эти работы будет выделено порядка 40 миллионов рублей. Плохо то, что вот здесь у нас вот козыречек висит, и здесь въезд в столовую. То есть сюда подводят и подвозят. И на этот козырек... Падают ледышки. Они не просто ледышки, они же вот такие вот ледышки. Так они, они сорвут его там еще. Они его срывают каждый год. Есть руководитель территориального управления, который отвечает за все, что находится на территории этого поселения. Он здесь именно для того, чтобы решать вопросы с жителями, определять стратегию и решать эти вопросы при невозможности, если самостоятельно, то обращаться к нам. Он именно для этого есть. Мы не централизуем власть в Раменском городском округе, в том помещении, которое находится на Комсомольской площади 2А. Здесь есть территория. Мы проехали, посмотрели, выстроено взаимодействие, все нормально. Определяете стратегию, определяете первоочередные задачи, которые требуют решения. Решаем. Если для этого нужны встречи с жителями, встречайтесь, обсуждайте. Не надо смотреть куда-то туда вперед, где вот там, там, кто-то там уж далеко решит. Не надо. Все на месте решается. Нашу помощь и плечо всегда готовы подставить. Егор Кабанов, Дмитрий Крунов. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова